Здравствуйте! На сегодняшнем уроке мы продолжим тему подготовки к зимним соревнованиям по поводу аэросаней В качестве эксперимента мы соорудили вот такую конструкцию Не знаю, как ее назвать То ли аэросани с крыльями, то ли иконоплан Но эта тема нас уже с нашим руководителем Валерием Александровичем беспокоит уже с прошлого года У нас были неоднократные попытки сделать иконоплан Но, к сожалению, мы не смогли на всех своих конструкциях добиться нормального, стабильного полета на экране Либо иконоплан взлетал и летел как самолет Причем очень даже неплохо Либо он переворачивался через корму При малейшем порыве ветра То есть устойчивого полета на экране в нескольких сантиметрах от земли у нас не получалось Несмотря на то, что я уже неоднократно залезал в интернет по этой теме Везде самодельные конструкции, самодельных оконопланов на радиоуправлении стабильно не летят То есть бывают случаи, когда они пролетают в десяток метрах в нескольких сантиметрах от водной поверхности или в нескольких сантиметрах, скажем так, от снега Но все равно они взлетают, кувыркаются и стабильности нет И поэтому я продолжаю, так сказать, летние эксперименты с оглядкой на зиму Или вернее на зимние варианты Что я накрутил в этой конструкции? Во-первых, я сделал крыло с элевонами То есть они управляются так же, как летающего крыла То есть элевоны, они выполняют роль элеронов Когда они наклоняются в разных направлениях То есть они стабилизируют по крену И также они одновременно вверх-вниз как руль высоты работает Ну и еще у него есть руль направления Вот такая вот конструкция Для стабильности я решил сделать передние крылышки Получился тандем То есть в таких конструкциях, как правило Центр тяжести находится где-то вот между вот этими двумя крыльями Для того, чтобы регулировать центр тяжести Здесь вот у нас организовано достаточно большое пространство Где мы можем перемещать различные виды батареек Вот, но на сегодняшний день все наши испытательные полеты Закончились неудачей Вот, мы пробовали взлетать с земли И бросали его с руки Вот, ситуация одна и та же То есть аппарат переворачивался через корму Вот Я предложил модернизацию То есть я взял, наклонил вот стойку с винтом Наклонил вперед, чтобы, так сказать, прижимало Вот, но результат оказался тот же самый, абсолютно То есть что с прямо установленным винтом, который тянет по прямой Что с винтом, направленным вниз Который вроде как должен прижимать ее Одно и то же состояние То есть он переворачивался через корму Ну, следующим вариантом Я предполагаю наклонить винт в другую сторону То есть винт мы наклоним вот в эту сторону То есть он будет вот туда тянуть Вроде как будет создаваться такое плечо Ну, будем продолжать эксперимент И пока мы его Несмотря на несколько крашен Мы его до конца не разбили Я собрал достаточно такую прочную конструкцию Единственное, тут маленький носик помялся На это я уже заклеил Вот, будем продолжать наш эксперимент Вот, эта конструкция еще пока целая Вполне возможно, что мы получим какой-то результат Вот, но есть еще несколько идей Несколько идей Во-первых, идея номер один Сделать ее длиннее Чтобы была какая-то стабилизация по тангажу Вот, и вторая идея Вынести винт вперед То есть, чтобы винт его тянул А не толкал Чтобы, во-первых, было плечо достаточно длинное И винт стоял впереди Можно даже сделать винт Как на некоторых экранопланах Винт сделать так, чтобы он поддувал под низ Часть потока уходила вниз И, так сказать, приподнимала Ну, пока эксперименты У нас пока идут эксперименты Я хочу добиться хотя бы Какого-то взлета от этой конструкции Пока она целая Как я уже говорил Пенопласт – это благодатный материал Вот эту штуку я собрал буквально за два дня То есть, я оставался после уроков У меня уроки до двух часов Оставался после уроков И с двух часов до шести Четыре, ну, за восемь часов я собрал эту конструкцию Есть большая возможность для творчества То есть, пенопласт собирается быстро И очень быстро проверяется идея Я выхожу на поле, завожу мотор У меня переворачивается через корму Разбивается носик Я тут же его клею Переделываю на кон винта Иду на поле, он у меня опять переворачивается Я разбиваю носик, опять клею И так вот, я думаю, буду дальше продолжать Уж очень мне хочется сделать экраноплан Ну, вот попытка сделать что-то такое летающее Из саней, которых мы наделали достаточно много И которые хорошо очень ездят, так сказать, у нас Вот единственное, что я могу сказать Вот этот агрегат очень-очень хорошо носится по траве Просто замечательно Так что будем дальше продолжать эксперимент Если у меня разобьется этот аппарат в лепешку Я буду дальше продолжать, как я уже говорил У меня есть идея сделать его длиннее Либо поставить винт у него впереди Чтобы он был тянущий, не толкающий Ну, посмотрим Посмотрим Пока этот агрегат я не разбил Вот, следующая модернизация у него будет Я наклоню винт в другую сторону То есть он тут вроде как давил сюда Потом я сделаю так, чтобы он будет тащить его вверх И вот так держать Ну, посмотрим Посмотрим, чем это мероприятие у нас кончится Ну, на этом, до свидания После своего выступления я выложу кадры, как я его собирал Тоже я вам говорю, что конструкция достаточно простая Склеена из двух слоев потолочки Вот, диаметр вот этого кольца Подобран по диаметру винта Вот, здесь вот из двух длин потолочки То есть где-то в районе 90 сантиметров Размах вот этого крыла Все достаточно просто То есть для покатушек, так сказать, не полетов Конструкция вполне-вполне Можно снять сервоприводы Оставить один руль направления И она будет очень даже неплохо смотреться Вот такая вот штукенция, которая будет гонять по снегу Ну, на этом, до свидания Заходите на наш канал Мы постараемся для вас Подобрать еще что-нибудь интересненькое Из нашей творческой жизни, так сказать До свидания Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо! Субтитры Алексею Дубровскому!